Спасибо всем, кто пришёл Честно говоря, в такую погоду сидеть в подвале Небольшая радость, но я постараюсь вам хоть немножко её как-то скрасить Ну, я сейчас немножко запоздал, потому что раздавал тут свою новую книжку, журнал Вернее, так считается книжка в журнале Всем, кто пришёл, достанется Это мы сделаем только или в перерыве Или же в конце Когда всё это закончится, это закончится часа через полтора Нас никто ещё отсюда не будет гнать, у нас будет время пообщаться Так что спокойно Спокойно живём Что мне хотелось сегодня Несколько новых песен вам показать, которые я вообще никогда ещё не пёл И немножко всё-таки программы с акцентом на Афганистан Потому что сегодня из, так сказать, новых людей, которые здесь никогда не были Есть замечательные наши Именно собственные корреспонденты центральной печати в Афганистане То есть вот если я, скажем, туда наезжал время от времени на короткое время Они там по несколько лет сидели Я хочу показать вот эти какие-то песни и для них Афганские Но те, которые не всегда здесь не часто пели Ну, в общем-то и начнём Первая песня называется «Перевалы» И в ней Афганистан вообще не упоминается Но я помню, что в то время, в 80-м году, на центральном телевидении Мне её удалось вот первую, так сказать, исполнить И, конечно, все понимали, что это про Афганистан Но, так сказать, её не запретили И она действительно вышла и была И для меня она очень много значит И мне кажется, что вот в следующих песнях Я, может быть, обрёл какой-то больше смысла Но какой-то вот полёт такого чувства Я его не достиг Перевалы до самой границы В облаках, в камнепадах, во мгле Боевые железные птицы Сбились кучу на мокрой земле Отцерели презенты палаток Дым над лагерем, словно венец Сотню лет или малый остаток Нагадает пролётный свинец Не об этом, однако же, думаем В этот день, в этот час и судьбу И с повадкой отнюдь неугрюмой Сигналист продувает трубу В первой ноте, слегка хрипловатой Он о долге напомнил и вдруг О солдатской дороге крылатой Задышал в потеплевшем он штук И откликнулись близкие склоны И в разрыв проплывающих туч Опустился с небес на погоны Ослепительный солнечный луч Пой труба о солдатской удаче О высокой армейской судьбе Горным эхом и солнцем горячим Салютует эпоха тебе Перевалы до самой границы В облаках, камнепадах, во мгле Боевые железные птицы Сбились в кучу на мокрой земле Ну а потом, когда уже побольше, так сказать, удалось посмотреть войну То, конечно, настроение менялось И вот следующая такая песня, какую я вам хочу показать Она типичная именно для второго периода, так сказать Когда не только у меня, а у многих Вот зашкаливало с каким-то трагизмом Песня называется «Из пламени Афганистана» Вот, кстати, вот это выражение «Из пламени Афганистана» Оно стало расхожее Потом я видел уже чужие книжки, которые назывались «Из пламени Афганистана» Какие-то фестивали песенные там «Из пламени Афганистана» и так далее Строчит пулемет, поднимается взвод Жаль, многие больше не встанут И к родине сын, может быть, не придет Из пламени Афганистана Здесь горы в снегах и селенья в бегах Горят кишлаки и дуканы И выпустит вряд ли неверных Аллах Из пламени Афганистана Нас выпустит вряд ли живыми Аллах Из пламени Афганистана Придет письмецо, ты закроешь лицо Но нет никакого обмана Надень же на левую руку кольцо Из пламени Афганистана Но год или два, и ты вспомнишь едва Любые несмертельные раны Я сделаю все, чтоб ты вышла жива Из пламени Афганистана Страчит пулемет, поднимается вздвор Жаль, многие больше не встанут И к родине сын, может быть, не придет Из пламени Афганистана Ну и Кто там поет? Думаю, что я пою Вот песня совершенно другого плана У нас сегодня не обязательно все будут серьезные и трагические Но она тоже с Афганом связана Конечно, когда с Абкор То есть те, которые постоянно сидели в Афганистане Ну, постоянно это два года, три года Кому-то Они, ну, они занимались политикой А, так сказать, вот Я приезжал в войска, какая там политика Ну, со временем стало так более-менее понятно И я написал песню, которая называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана» Но надо пояснить, что она написана в два захода Первый заход был написан еще при жизни Брежнева Который упоминается в этой песне под именем «Тот, кто нынче выше всех» А уже дописывал эту песню уже, когда Леонида Ильича дорогого уже не было Безусловно, дали маху мы десяток лет назад Называя Захершаха и высочество, и брат Да, мы завод ему плотину, мы даем ему гляда Любили мы скотину Захершаха короля До зубов вооружили, утопи его хорон А вообще неплохо жили с этим самым Захером И целуясь с господами, тот, кто нынче выше всех Заложил кирпич-фундамент под кабульский политэк Но история, как средство, по весоме кирпича Где Захир, где королевство, только камень Ильича Началась другая эра, там, конечно, а не тут Мы приветствуем премьеры по фамилии Дауд Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом Как с товарищем зажили с этим самым Даудом Только снова дали маху Севереволюционер Оказался братом Шаха и агентом ФБР Был он подлый и двуличный, а его же, как на грех Целовал утрополично тот, кто нынче выше всех Но пришел конец Иуде, там, конечно, они здесь Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть И хотя мы рановато взяли принца на штыки Но целуем, словно брата Нура-Мура-Тараким Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет громотей Из казны, как из кармана, много хапнул на детей И партийные разлады непутево примерял Расстрелял кого не надо, кого надо не стрелял Мы идейно с ним дружили Но готовили полки А вообще неплохо жили С Нуром-Муром Тараки Дали орден, дали займы И командовал сквозь смех Вира, Нур, мол, или Майна Тот, кто нынче выше всех Но кроме СССР был у Нура друг один Мы приветствуем премьера по фамилии Амин Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка И зарыл трачью тушку средь афганского песка Мы, конечно, телеграммом, мол, Амин, Хафизула Мы не знаем вашей драмы И у вас свои дела Но согласно узам дружбы Можем денег предложить И военного оружия, чтоб тебе спокойней жить В общем, жили мы неплохо И с Амином до конца Расстреляв его со вздохом Посереть его дворца Сразу радио врубили Мол, афганская земля Про тебя мы не забыли На бобра как армалян Правда он буржуй прожженный Порчемистый пустобрех Но ведь рукоположенный Тем, кто нынче выше всех Под надежной охраной Посадили во дворце Где сидел он вечно пьяный С важной думой на лице А крестили его Коля По фамилии Бобров Войск прислали, чтобы в волю Наломал в Афгане дров Но другой, кто был всех выше В нашей собственной стране Весь, как говорится, вышел И в Кремлевской лег к стене Мы порадовались с виду Но задумались слегка Может быть, без Леонида Здесь не нужно бобрака Долго думали, однако Во все стороны поля За воброва, за вобрака За калюху кармалян Да к тому же пересменка Началась в родной земле То Андропов, то Черненко То пятно сидит в Кремле Мы для каждой той заразы Здесь сломали кучи дров Дожидаясь приказа Он пришел, прощай, бобров Без подушки и без пули Тихо сделали дела Глядь, уже сидит в Кабуле Особист на джибулан Правда, в университете Он учился на врача И людей на белом свете Часто резал сгоряча Возглавляя орган хада Это ихний комитет Кого надо и не надо Всех отправил на тот свет В остальном нормальной малой Мы с ним многое смогли Да в Кремле пятно восстало До свидания на джиб Отоварили афгашки и чекушки Кто имел в хайратоне Или в кушке, оказавшись неуделом В общем, вышли из Афгана Раз приказ дурацкий дан Мол, зачем другие страны Дома будет вам Афган И живем отлично, что ты Мы опять в родной стране И трещим из пулеметов На гражданской на войне Не дадим отныне маху Только грустно, черт возьми Что какого-нибудь шаха Нет между нашими людьми Ну вот хочется Тем более, что сегодня Действительно есть товарищи мои по правде И по дорогим газетам Вспомнить немножко из журналистского цикла Песня называется «Первый плач специального корреспондента» Чем отличается Собственный корреспондент От специального Понятно, что мы так время от времени куда-то ездим А собственный корреспондент Где-то на каком-то месте работает постоянно Вот, но специальному корреспонденту Хотя он так сказать Работает в центре И вроде как красиво называется Но очень много приходилось заниматься Такой текущей газетной работой И поэтому, так как я стал специальным корреспондентом По-моему, раньше всех в «Правде» За всю историю У меня еще не было и 25 лет Обычно это такая должность уже возрастная То на меня, конечно, еще больше сваливалось Вот песня, так сказать Даже не песня, называется «Плач специального корреспондента» Поздней ночью на улице горько Когда номер подписан в печать Слаб ты, друг, ощущения горькие С молодецкого скинуть плеча Вот идешь ты, дурной и прокуренный Почернев от газетного дня В голове твоей заштукатуренной Не пылает святого огня Ничего тебе нынче не можется И, глядишь, ты исполнен тоски Как на девичьих крашенных рожицах Под ресницами тлеют зрачки Хороши длинноногие бестии Жаль в чужом огороде поют Говорят, что в газете «Известия» Всем таких секретарш выдают А вокруг рестораны до губища Роженцовая в них молодежь В недубленом спецкоровском рубище Ты стыдливо сторонкой идешь И пока до твоей однокомнатной Громыхает полночный трамвай Размечтайся о чуде каком-нибудь Но жене ее не называй Съешь на кухне котлетку холодную Не спеши освещение включать Она лейка сто грамм за свободную За советскую нашу печаль С каждым годом она все могучее Вкруг нее вся страна сплочена Так не стой у окна словно чучело Ни черта не видать из окна А вот песня совершенно новая Первый раз я буду петь Конечно, буду волноваться, сбиваться В ней... Да, песня называется «Для галочки» Но в ней есть некоторые преувеличения Потому что, скажем, с Трампом Я даже для галочки, к счастью, не встречался Но остальное достаточно близко к одной истории Которая была в моей жизни Для галочки я с землю рогом рыл Для галочки эпоху матом крыл Но галочка уехала в Нью-Йорк Где хай вселенский и всемирный торг Для галочки послание пишу О том, что я с другими не грешу Прекрасная еврейка, меня ты пожалейка Не то я снова башни порешу Но галка отвечает, что мормон Берет ее четвертою изжжен По ихнему закону с гаремом спят мормоны Чем я чрезвычайно раздражен Для галочки в Нью-Йорк я полечу В ракете по прицельному лучу И подорву мормона напротив их ООНа И к Трампу в белый домик постучу Скажу ему, зачем, товарищ Трамп? Ты не дал визу, не поставил штампа Я бы прилетел туристом и сделал дело чисто Как твой учитель завещал в Майнкамп Для галочки ответит Трамп и я Вас обижаю, русские друзья Ее родные, кстати, сидят в моем стенате Для галочки повесить их нельзя Ну что ж, тогда я уменьшу прыть Для галочки закончу землю рыть Пускай хоть с эскимосом живет она раскосым Для галочки все это может быть Кстати, эта таинственная галочка Она работала у нас в правде Вот песня называется Поворот на баграм Да, она несколько грустная песня А так как сегодня еще Дмитрий Мещенинов Присутствует наш, вернее так, собственный корреспондент Известий в Афганистане И вот примерно в районе этого боворота на баграм Дима, да, вот и погибли-то, вернее Погиб тогда у вас Фаткор, да, секретарев его Да, и сын Севруга, этого большого деятеля, да Ну он не погиб, он стал инвалидом, да Помер уже, да Да, ну это места просто такие напомнить Поворот на баграм Не долго не стал ни сон, ни обман Я память друзей не предам Я вижу сквозь даль Дорогу в Джабаль И наш поворот на баграм Ударил фугас, но Бог меня спас Не знаю, чужой или свой Над грудой брони Смерть по времени Я кажется снова живой И дело не в том, что будет потом Как встретят нас в отчей стране До крика «Держись!» Недолгая жизнь, но дольше обычной вдвойне Мальчишка-боец, ком взвода юнец И взрослый усатый комбат Не хватит свинца, чтобы наши сердца Живые забились не в лад Нет Афганистан, ни сон, ни обман Я память друзей не предам Я вижу сквозь даль Дорогу в Джабаль И наш поворот на баграм Спасибо Ну, еще одна не очень веселая песня Но я ее что-то редко пою Может, потому что боюсь Она называется «В королевских конюшнях» Это бывшие королевские шахстские конюшни И там сделали с первых дней Вот этот наш военный госпиталь Потом он стал благоустроенный А сначала, конечно, там было Ну, конюшни, конюшни В королевских конюшнях Метро нет для коня Медсестра раскладушку Принесла для меня Очень трудно голубке В коридорах, где сплошь В стык обрубкам к обрубку Полегла молодежь Вертолетчик Вертолетчик Бесправый Минометчик Без дух На повязках кровавых Снова пятна отмух Отыскала местечко Отыскала местечко В самом дальнем углу Ведь от ног до макушки Весь я гипсовым стал Мне не надо подушки Разве чтоб еди стал Медсестра, медсестричка Что ж ты слезоньки льешь Как же ты без привычки Здесь в конюшне живешь В королевских конюшнях В госпитальном чаду В наркотичном Спиртушном Матершинном Бреду Если чудо Случится Если снова Срастусь Дай свой адрес Сестрица Может быть Пригожусь Но А коль не воскресну Все равно Хоть часок Проживу На чудесной Поглядев Адресок В королевских конюшнях Метра нет Для коня Медсестра Мою душу Унесла От меня Но чуть повеселее песня Она называется Звезда электронной эстрады И иногда когда ее исполняем Или кто-то ее слышал на кассетах И меня спрашивают А вот про какую ты звездой Электронной эстрады писал Но честно говоря Здесь Собирательный образ Такой Но вообще я имею ввиду Двух Знакомых мне Женщин Это Эдита Станиславна Пьеха Ну с ней мы Так сказать Почти дружили И много общались И Ближе к этому образу Анна Бецки была такая певица Помните В молодости она была Очень даже ничего В начале восьмидесятых Годов Кстати у нее брат был Военный Советский офицер Разгигняй страшный И Она К моему другу Кому командиру дивизии Там приезжал Выручать После Очередного загола Брата Значит Было готово На все Ладно А это такой Случай Честно говоря Я его придумал Но Он действительно Как-то навеян Вот этими двумя женщинами Звезду Звезду Электронной эстрады Красавицу лет тридцати На точку изжелала бадом Им выпало перевести Она улыбается ярко По лесенке входит в салон Одетая В темной Не марки Но Бархатный Комбинезон Запущен Движок Вертолета Ревет И Вибрирует мир Оглядываются Пилоты Как Будто Она Командир С Улыб Да Да Ох Командир Величественна и лукава Певица кивает слегка Вручая им сладкое право Нести ее под облака Отводят смущенные взгляды Взлетают в эфир, говорят Над рощами джела лопадом С бесценною ношей парят Потом начинаются горы Вершины близки и грозны Тревожные переговоры Которые ей не слышны Как молоды летчики этим Певица подумалась вдруг Здоровались прямо как дети Смучаясь касания рук С улыбкою встала в салоне Прошла каблучками стуча И две несравненных ладони Накрыли двоюных плеча Но не оглянулись пилоты Не вздрогнули, не напряглись И лишь впереди вертолетом Какие-то искры зажглись С минуту стояла меж кресел Вернулась в салон на скамью Ругая свой жест, он из песен И чуткую душу свою На точке простилась надменно Спустилась по лесенке в пыль И гордо шагнула в военный Подъехавший автомобиль Пилоты плечами пожали Проштрафились чем и когда Ведь даже, что их обстреляли Не знала в салоне звезда Запущен движок вертолета Ревет и вибрирует мир Летим, как к тому пулемету Сквозь зубы, сказал командир Ну вот вряд ли получится песня И я очень редко пою Она тяжела до исполнения Но вот сейчас вспомнили Они же это самое Значит, это случалось В районе Джалабада А Джалабад это, в общем-то, недалеко От Кабула к югу За некоторыми горами И Кабул это все-таки Он сам в горах Сколько там, Вадим? Чуть ли не две тысячи метров, да? Да То есть там в Кабуле Зима так зима Там и снег, и ветер А, да, где-то вот так А Джалабад он там пониже Там и за горами И поюжнее И туда прилетаешь Из Кабула взлетаешь из зимы А туда прилетаешь, там лето Хорошо Извините, извините В дворе С минуту восемь Ого Ого Вот Вот я и хотел Вот такую картинку Значит А туда куда-то я Значит, залетел Правда, потом Из всего этого рая Попался Асадабадским отрядом Спецназа, да? И вот это С роковой Мараварской ротой Которую до этого Били Много Погибло И я с ними попал В окружение Но они же были Настолько опытные Что там, может, было не бояться Но все равно Нам предлагали сдаваться И так далее А сначала прилетел Из Кабула Тоска А тут попадаешь И вот такое-то райское Днем Ветер Ночью Снегопад Морозные Рассветы А мы Летим В джалалабад В джалалалабаде Летом Там Берега Реки Кунар Травой Покрытой Сочной И над Водой Молочный Пар Восточный Дышит Ночью Там Пальм Упругие Листы Как Зеркала Сверкают И звезды С чистой Высоты По ним В траву Стекают Там Как На Ёлке В Новый Год Пунцово Красным Шаром Бесценный Безымянный Плод Красуется Задаром Там Над Ручьем Стоит Камыш В три Роста Человечих Летучая Ночная Мышь Порхает В нем Беспечном Там Обезьяны Из Чищоп Пугают Визгам Уток Там Снайпера Стреляют В лоб Что Тоже Кроме Шуток Там Снайпера Стреляют В лоб Что Тоже Кроме Шуток А вот Такая Песня Как бы Воспоминания Но я Написал Недавно И вот Товарищи Меня поправят Я так и не был Но вроде В Кабуле Должен быть Сад Бабура И в нем Должна Быть Могила Или Обозначение Там Ну вот Это самое Как бы Не то что Могила Ну может сказать Могила Бабура Ну короче говоря А в источниках И написано Так Что это был Большой завоеватель Там Из Индии И он Много чего завоевал В том числе И Афганистан И ему Это Дело Кабул Так понравился Что он Завещал Что Вообще Похоронить В Индии Но Сердце Похоронить В Кабуле И вот Я думаю Что Что многие Кто там Служили Или работали Как журналисты У нас тоже Часть сердца Там похоронят Вновь Над Кабулом Восходит Звезда Хлопает В модуле Дверца Как Я могу Не вернуться Туда Где Похоронено Сердце Крик Моидзинов И мат Часовых Четки Стучат Словно Пули Я На Руси Еще Числюсь В живых Сердце Осталось Кабуле Бур-Бар-Хай Шурави Иншаля Девушка Мне Говорила Два Наших Сердца Навек Приняла В дару Лямане Могила Пусть Над Кабулом С горы Осмаи В небо Болят И на Эрце Вы победили Родные Мои Я Схоронил Своё Сердце Вновь Над Кабулом Восходит Звезда Хлопает В модуле Дверца Как Я могу Не вернуться Туда Где Похоронено Сердце Аплодисменты 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 О молодости Но я Хочу спеть Ещё С воспоминанием О Тимуре Гайдаре Как бы Вот сейчас Это не было Уже Оплёвано Действительно И заслуженно Оплёвано Это фамилия Но Аркадий Гайдар Я считаю Был великий Русский Писатель Тимур Был наполовину Еврей По маме Но Даже Борис Миронов Который Сегодня Здесь Присутствует Глава Русского Национализма Когда меня Всё спрашивают Я несколько раз Говорил Что здесь Присутствуют И у нас И академики И министры Там Он академик Сидит Наташа Корниенко Министр При Ельцине Слава Богу Котом Ушедший Это Борис Миронов Так вот Даже Боря Миронов Он Как-то мне Сказал Что я А я Говорю Тимур Ты еврей Мне не считаю Я к тому Что скажем В Афгане Он вел себя Очень порядочно У него было Несколько командировок И он туда Лез Даже слишком Лез Куда не надо Однажды Из-за него Погиб Солдат Несколько Человек была ранена Это было В Паншере Около Рухи Там Тимур После этого Хотел застрелиться Я у него В Серебряном Бару На наших дачах Я у него Отнимал пистолет И так далее Но все-таки Он трусом не был Ну короче говоря Это была Почему-то Его любимая песня Перед закатом Души крылаты Смотрят на юную жизнь Свысока Пусть наша молодость Далековата Самые лучшие Там облака Вы бы отдали За эти дали Все, что имеете Если б хоть раз Наших подружек Вдруг увидали Тех, кто любили В юности нас Губки, как розы Глазки, как розы Голос, как ветер Там, за рекой Все остальное Может быть, проза Только уж нынче Не пишут такой Все остальное Может быть, проза Только уж нынче Не пишут такой Вы бы забыли Сказки были Вы бы оторвали Взгляд от зари Вы бы сегодняшних Всех разлюбили И после завтрашних Черт побери Перед закатом Души крылаты Смотрят на юную жизнь Свысока Пусть наша молодость Далековата Самые светлые Там облака А что ж ты не слушал Вот в прошлый раз Я выступаю здесь один раз в полгода С одним исключением О котором я сейчас скажу То есть выступал примерно в ноябре И очень много пел о Севастополе Но у меня столько песен о Севастополе Что не все спел А сейчас мне товарищи напомнили Есть хороший информационный повод Мы все-таки журналисты Хоть какие-никакие Сейчас уже фактически Крымский Керченский мост Закончен А вот в эти буквально дни Сегодня, завтра И послезавтра окончательно Сдается новый терминал Симферопольского аэропорта Кто туда летал в последнее время Помню, что там было очень тесно и скверно А сейчас говорят Это получится самый красивый в Европе Вообще терминал А песня называется Девочка Яна Ну вот я Действительно у меня с этой девочкой Особенно ничего не было Но мы песни пели Что-то говорили А через несколько лет Я поинтересовался ее судьбой И вдруг оказалось Что она стала журналисткой И офицером Краснозаменного Черноморского флота То есть Стала работать Во флотской газете Флаг Родины Помню их так называется Я к чему Что значит Ничего в жизни Случайного не бывает Мы тоже можем приносить пользу Своими беседами о жизни Огонек на скале В инкермане Потускнев Растворился в омгле Вспоминаю О девочке Яне Вспоминаю О крымской земле Как легко Говорилось И пелось Как спокойно Смотрелось В упор Как уместно Была Ваша Смелость Как неловок Был мой Разговор Мы расстались С предзимним туманем На скалистом Крутом берегу Вспоминаю О девочке Яне Потому что Забыть не могу Перед вами Виниться не буду Да и не в чем Виниться Увы Просто Просто Воспринимаю Как чудо Что со мной Пели песенки Вы Вы Повязка На свежие раны Севастопольского Бытия До свидания Девочка Яна Ни судьба Ни любовь Ни моя Огонек На скале В инкермане Потускнев Растворился Во мгле Вспоминаю О девочке Яне Вспоминаю О крымской земле Ну вообще конечно это Шутки шутками Но Любовь это дело Очень серьезная Поэтому я сейчас Еще одну любовную Песню спою Немножко с другим Поворотом Но я обычно Долго объясняю А если коротко Объяснять То вот В Афгане Я встречал солдат Которые Выдумывали Любовь Я говорю Вот че ты выдумываешь Ты ясно Что выдумываешь Как будто Если бы не мама ждет А еще кто-то То может и не убьют И вот я Написал такую песню Которая называется Неизвестная любовь Снежные склоны Хребтов Гендуку В красных заплатах Солдатской крови Я под огнем Перекрестным Не струшу Ради твоей Неизвестной любви Может быть Смерть Мои руки Развяжет Я обниму тебя Падая в снег Горы высокие Небу расскажут Как человека Любил человек Словом прощания Слезою печали Издалека Не тревожь Не зови Лучше Останься Такой Как в начале Нашей с тобой Неизвестной любви Мы не бродили Москвою Вечерней Не целовались В нескучном саду Не придавай Же Большого Значения Если Однажды Совсем Не приду Ближе Ближе Чужие Халаты Все Позабудь Мои письма Порви Как я Себя Разрываю Гранатой Ради Твоей Неизвестной Любви Как я Себя Разрываю Гранатой В память Твоей Неизвестной Любви Спасибо Вадим, готовься Акулов Я к нему обращаюсь Вадим 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 Подпевать будешь Песня Образца 93-го года Сейчас мы Слава Богу Быть Это все Ну помните Когда это Из танков Стреляли По зданию Какое бы то Не было здание А из танков Стрелять В центре Москвы По людям Нельзя Кстати Я потом Занимался Почти все Кстати Экипажи танков Были только Офицеры Ни одного Солдатика Там не было Почти все Офицеры Кончили плохо Из них Сейчас практически В живых Никого нет Кстати И те Кто командовали Вот Этим Штурмом Белого дома Тоже почти Все Уже ушли Кто Кто А какой Хрен Его ВКС Понесло А почему Танкист Стал Вполне возможно Я же не говорю Что все Танкист Жила Россия Без армии России Не прожить Виновные Ответят По именам За пулемет На пушечный Расстрел Но наши Офицерские Погоны Господь Еще Снимать Нам Не велел Грешны Грешны Перед народами Державы Перед верою И совестью Грешны И все Таки Мы Не имеем Права Уйти До Кончания Войны И пусть Неувидаемым Позором Придворные Овеялись Полки Есть В армии Законы По которым Грехи Смывают Сами Штрафники Отныне Не кричать Москва За нами Но Стиснув Зубы Верить Под огнем Что Русское Простреленное Знамя Мы Все Таки Поднимем Над Кремлем Отныне Не кричать Москва За нами Но Стиснув Зубы Верить Под огнем Что Красное Простреленное Знамя Мы Все Таки Поднимем Над Кремлем Вот Одна Из Совершенно Новых Песен Которую В первый Раз Буду Прилюдно Петь Я Сам Не Понимаю Она Вот Такая Получилась И Название У нее Получилось Мудреное Песня О Диалектическом Интернационализме Не Знаю Вот Такая Написалась На Космической Ракете Полетим К другой Планете Только Вдруг Опять Там Эти Ну Не Русские Снова Перхоть На Жилете И Намазы На Рассвете И Косички Словно Плеть И Голоски Узкие Приморсять Ли Привенерись С Лет Рухнем В Ту Же Ересь Будем Жить Богами Мересь Иноземными Зря Что Ль Раз С С С С В Коммунизме Разуверись На Ракетах Разлетелись По Вселенной Мы Кто В Ермолке Кто С Намазом Кто С Раскосым Хитрым Глазом Кто С Косичками С То С Разу Кто В Черненький В Галактические Базы Принесем Свои Указы Только Там Опять Заразы С С Чертики Так Не Лучше Наземлиться Нам Сперва Объединиться И Открохать Блин Столицу Мост С Петров И Ю Приходи Сюда Молиться Всяк На Что Небудь Сгодиться Всяк На Что Небудь Сгодиться Кто С Любовь 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 У меня только одна песня есть, где упоминается человек С его фамилией Именем И отчеством Это, конечно, Виктор Дмитриевич Жуков Советник Наш Да Ну у меня были песни, где упоминаются фамилии или имена Ну это тогда Ну про Виктора Дмитриевича мы много уже все знаем Но я вкратце напомню, что когда был этот самый сигнал на перевороты Когда травили Амина, то его травили не очень удачно И он долго еще жил И в общем была какая-то непонятная ситуация И прошел приказ об уничтожении наших военных советников Кстати, довольно много людей, не знаю, по разным источникам Но около 20 человек уж определенно убили тогда И вот Жуков тоже должен был погибнуть, но он не погиб Значит, о нем песня А потом я попрошу Виктора Дмитриевича Хотел какое-то доброе дело сделать Которое меня будет касаться После этой песни, пожалуйста, мы его увидим еще живьем Вот здесь Да, а песня написана уже была После того, как он вернулся из Афганистана живым Он еще очень много в разные переделки страшные попадал Потому что советникам очень тяжело будет Кстати, вот за этим столиком сидит вдова и дочка советников Любовь Федоровна и Оля Айрумян Советник — это святые люди Ну вот, Виктор Дмитриевич уже вернулся из Афганистана И его направили служить в Ленинград И как-то мы его провожали Наши общего друзей говорит, ты написи какую-то песню про него Для проводов там, да Вот мы его провожали в Ленинград Он сядет на поезд хороший Уедет служить в Ленинград Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад Не спит от колесного стука Хоть на ночь попил не чайку В окошко уставился Жуков Советник в афганском полку Он помнит, он помнит ту дату Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе И вышел военный советник Небрежно ремень теребя А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя Глаза опускали сарбазы И пятились по одному Советник страшнее приказа Они подчинились ему Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил пулемет И шли, пригибаясь от страха Судьбу проклиная Но шли советник страшнее Аллаха Когда он из русской земли Так что ж ты, советник, невесел В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же из крови и песен Как года четыре назад Не ты уезжаешь в разлуку А мы с тобой разлучены Спи Виктор Дмитриевич Жуков Советник советской страны Ну, Виктор Дмитриевич, мы тебя ждем увидеть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поислому Erica С eli lemonade